Слава нашему Господу! И сегодня Господь, Он на этом месте написано, где собраны двое или трое во имя Его. Он посреди нас не просто собранный, но собранный Господь говорит во имя Его, когда мы понимаем, что, Господи, мы нуждаемся в Тебе, мы желаем исполнять волю Твою святую, мы желаем пребывать в Слове Твоем. И если наши сердца открыты для Слова Его, то Он здесь, на этом месте, чтобы вкладывать это Слово живое в наши сердца, чтобы сердца они оживали, оживали для Господа, ибо Слово Его, оно живо и действенно, слава Богу. Оно проникает до разделения души и духа и судит намерение и помышление сердечное, и оно открывает нас порой самим себя. Мы не знаем до конца, насколько, знаете, мы любим Бога, насколько мы, может быть, желаем приближаться к Нему, насколько, может быть, мы грешны пред Господом, и написано пути человека, они прямы в глазах Его. Но, слыша Слово Господня, видя те примеры, которые оставлены в Священном Писании, мы начинаем понимать, что мы где-то далеко не таковы, какие вы должны быть пред Тобою. И Петр говорит, «Притом мы имеем вернейшее пороческое Слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к Нему, как к светильнику, светящему, к сияющему в темном месте, доколе не начнет рассветать день, и на взойдет утренняя звезда в сердцах ваших». Петр говорит, что мы обращаемся к этому Слову, как к светильнику, который сияет в темном месте, пока не начнет рассветать день, и утренняя звезда, она не зайдет в нашем сердце. Дух Святой, который сегодня послал Господь, Он желает, чтобы Он имел место в нас, чтобы мы давали Ему место, чтобы мы каждый день, знаете, утром просыпаясь, как Давид говорит, «А я насыщаюсь образом Твоим». Он всякий раз искал лица Господня, и я думаю, что просил, чтобы Господь наполнял его сердце. Не однажды, может быть, когда, заключив завет с Богом, мы пообещали Ему, и все живем потом жизнью обыденной, но написано, как уже сегодня было сказано, «Бог ищет себе поклонников, которые бы поклонялись Ему, которые бы призывали Его имя святое, которые бы желали знать волю Господню, и Господь Он посреди нас, чтобы открывать Себя». Слава Господу! Слово Божие говорит, что Бог издревле говорил в пророках, «И открывал Себя многократно и многообразно, а последние дни говорил нам в Сыне Своем». Написано, «Бога не видел никто никогда, единородный Сын Недри Отчим явил Бога Христос». Знаете, Он, сказано о Нем, Он знал, откуда Он не шел, и знал Он, куда идет. Насколько важно, чтобы мы сегодня тоже знали, откуда мы и для чего мы призваны, и куда нам нужно идти, и, знаете, Христос находился в такой же плоти, как и мы, написано, «Был искушаем во всем, кроме греха». И то Слово, которое сегодня оставлено нам, знаете, порой мы воспринимаем его, как написано в Ветхом Завете, заповедь на заповедь, правило на правило, и человек нелегко смиряться перед Словом, но, знаете, насколько важно понимать, что апостолы писали, пророки писали, написано, что самим Господом было оставлено это Слово через апостолов, то Слово, которым они сами жили. Это их духовный опыт угождения Богу. Это то, что сказано о Христе, апостолы пишут, как Он уходил и молился, как Он искал Отца Небесного и говорил, что «Сколько мне еще находиться с вами». Да, ему тяжело было видеть народ, который обремененный грехом и не знает Господа. Люди, которые думают о себе, насколько они высоки, когда они исполняют какие-то определенные правила, а Господь говорит «О ваше сердце, оно далеко от Меня отстоит». И Христос, Он оставил много примеров Священного Писания тем, чем Он сам жил. То, что Он сам старался Отцу Небесному угодить, и написано «Он угодил Ему, слава Богу». Он смирил Себя Самого, и потому Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени, чтобы всякое колено могло преклониться перед Ним. И потому мы сегодня читаем эти слова, как говорит Петр, чтобы эта утренняя звезда Духа Святого, она расцвела в нашем сердце. Как говорит Иоанн, что то помазание, которое в вас, оно истинное и верное, когда мы слушаем это помазание, когда мы смиряемся перед этим словом, когда мы сегодня желаем исполнить его, когда оно для нас не тяжко, а когда написано, как жаждущая душа, когда в пустыне томится, и нет воды, и она с радостью принимает это. И когда человек, истомленный без Бога, он слышит Слово Божие, истомленный грехом, какой-то проблемой, обременением каким-то, и мы получаем откровение от Господа. Что такое откровение? Это когда ты понимаешь, приходит тебе в разумление от Господа, как правильно прожить сегодня этот день, как тебе правильно в той или иной ситуации прожить, чтобы быть угодным Господу. Написано, не заботьтесь о завтрашнем дне. О сегодняшнем дне нужно позаботиться? Если о завтрашнем не надо, то о сегодня написано, ныне, когда слышите глаз его, что? В сердце своего не ожесточите. Сегодня желает Господь, чтобы мы с раннего утра искали его, призывали его святое имя, потому что без него мы ничего не можем. И когда мы призываем имя его святое и говорим, Господи, ты войди в сердце мое сегодня, наполни меня Духом Святым и дай мне возможность исполнить то, что ты желаешь, чтобы мне, дай мне слово, как написано, чтобы мы были готовы дать отчет всякому человеку, когда Господи дай мне это слово в сердце, чтобы я мог говорить какому-то человеку о имени Твоем, ты прибудь во мне. И мы видим, что Господь от начала искал таких людей, которые бы искали его. Мы читаем об Аврааме, Господь проговорил к его сердцу, сказал ему, я думаю, что вот каждый из нас, мы живем в этом мире и мы что-то переживаем, знаете, различные жизненные ситуации, и каждый думает, вот моя жизненная ситуация, она самая такая критичная и очень тяжело мне ее прожить. И порой мы слушаем друг друга и понимаем, Господи, а ты силен благословить каждого. И мы проходим порой, уповая на Бога, идя за Господом, доверяя Ему жизнь свою, мы смотрим, что Господь, Он силен, знаете, любую ситуацию жизненную разрешить, когда мы доверяем Господу всецело себя, когда мы согласны с тем, что сегодня Господь предлагает нам, мы готовы взять крест, который Он дает. Господь говорит, что если мы не берем креста и следуем за Ним, мы недостойны Его. Сегодня Господь, Он предлагает нам пройти тот жизненный путь, по которому мы должны пройти. Павел говорит, я веру сохранил, я течение совершил и готовится венец. Господь проговорил к Авраму однажды, что выйди из дома твоего, из роства твоего и пойди в землю, которую я тебе покажу и сердце этого человека, написано, оно доверилось Богу. Мы говорим о вере, о том, что вера, это человек так воспринимает пару веру, как написано, что вера есть осуществление ожидаемого и уверенность невидимого. Мы верим и думаем, что значит ничего не нужно прикладывать. Но Павел говорит с европейцем, что я помню, ваше дело веры, труд любви, это дело веры. Когда человек услышал слово от Господа, которое достигло его сердца, и он начинает двигаться в том направлении, куда Господь увлекает его. Это не то, что Бог сам теперь все сделает за тебя, но Аврам, он вышел из дома, отца своего. Он пошел в ту землю, которую Господь показал ему для того, чтобы на этой земле обитала правда. Он был язычником, он находился в тех городах, где поклонялись множество идолам, но я думаю, в сердце его было желание, чистоты, чистоты. Каждый из нас, находящийся на этом месте, знаете, почему мы здесь находимся? Потому что Господь видит это желание, чтобы мы стали святее, чтобы мы ближе приблизились к Господу, чтобы мы от того бремени греха, который есть, у нас написано, вся тварь, она совокупно стинает и мучается. И мы стинаем, имея начаток духа, мы получили, знаете, вот такое начало, частичку Духа Господнего, который сегодня, как написано, на Господь говорит, что Царство Небесное, подобно закваске, которую женщина положила в муку, пока что все не скисло. Мы сегодня, записано, мы закваска, наша Христос, Он вошел в наше сердце, и мы хотим, написано, облечься в это небесное жилище, но воздыхаем под бременем, потому что плод еще, она вот так вот не обрела ту полноту, написано, но Господь, Духом Святым, пребывающий в нас, Он дал нам сегодня утешителя Духа Святого, который утешает нас, который показывает нам путь, который дает нам силу побеждать грех, искушение, то, что сегодня чем-то лукавым нас увлекает, и мы читаем об Аврааме, читаем о его детях, читаем о Давиде, как уже сегодня было сказано, это мужи, которые искали лица Господня, знаете, они не соглашались с тем положением, что, как бы вот, читаем, когда народ израильский, сегодня уже было сказано про Иеремию, народ грешил, народ уже не исполнял воли Господня, и был суд уже определенный, им сказано, что, я выведу вас с этого места, я рассею вас по местам, и что через какое-то время я вас снова соберу, но покоряйтесь мне, кому нужно идти на смерть, иди на смерть, кому нужно идти на голод, иди, если сегодня мы сердце свое смиряем перед Господом, то куда бы Господь тебя не увлек, Он пребывает с тобой везде, и мы читаем о Данииле и другие мужи Божии, которые, находясь вот так вот в пленении, они расположили свои сердца для того, чтобы не оскверняться от стола царского, для того, чтобы искать лица Господня, не ждать этих 70 лет, когда закончится пленение, но они в том положении, в плену у своих завоевателей, они искали Господа, и Господь являлся им, слава Богу. Мы читаем, что всегда есть остаток в народе Господнем, когда Господь пришел на эту землю, родился, были те люди, которых было немного, но была Мария, которая искала Господа, был Иосиф, который имел страх Господень, и когда Господь говорил к его сердцу, он слушался Его, был Симеон, который получил от Бога откровение, что он увидит Христа, слава Богу. Сегодня мы говорим, что весь мир лежит возле, и есть такое охладевание в народе Господнем, написано, при умножении беззакония во многих охладеет любовь, но Господь вчера, сегодня и во веки тот же, слава Богу. Что Дух Святой сегодня пребывает с теми, кто ищет Его, Господь говорит, Бог с нами, когда мы с Ним, когда мы ищем Его лица, когда мы собираемся во имя Его, когда мы открываем для Него сердце свое, пускай сегодня Христос показал, знаете, была мерзость запустения, тогда уже люди были просто религиозные, а внутри они не искали Господа, они превозносились один перед другим, они сравнивали себя с кем-то, как говорил фарисей, я благодарю тебя, что я не такой, как прочие люди, грабители, обидчики, или как этот мытарь, он не с Богом себя сравнивал, он сравнивал себя людьми этого мира, что себя, мы, конечно, лучше их, потому что мы что-то исполняем, но когда Бог пребывает в нашем сердце, когда Он исполняет нас благодатью и силой своей, тогда мы преображаемся в образ славы Его, и апостолы, они призывали народ, они призывали к тому, чтобы искали Господа, чтобы могли видеть себя в таком положении, что недовольном собою, но, Господи, насколько сегодня есть желание пребывать с Тобою, насколько сегодня, чтобы мы помним эту притчу про сокровище, скрытое на поле, которое нашел человек, и от радости что он сделал? Он пошел, и все, что было у него, продал, чтобы приобрести это поле. Когда мы находим Господа, как сегодня мы пропели этот салом, что самого лучшего друга, тот, который никогда не покинет, тот, который никогда не оставит, потому что написано от себя отречься не может, он умер за наши грехи, и если что-то духовное приобрести, чтобы нужно стать ближе с Богом, нужно что-то оставить сегодня, то, что увлекает нас в этом мире, то, что сегодня крадет наше время, то, что сегодня не дает нам ближе приближаться к Господу, Господь говорит, купите у меня золото огнем очищенное, белые одежды, масть, которой нужно помазать глаза, Господь говорит, даром, ну купите, оставьте сегодня все то, что тебя удаляет от Господа, оставь сегодня те пути, на которых нету Бога, на которых ты сегодня только теряешь, на которые ты расточаешь, потому что Господь говорит, кто со мной не собирает, тот расточает, если мы не двигаемся в сторону Господа, если сегодня мы не призываем Его Святое Имя, если сегодня не ходим путями Господними, то мы теряем, мы теряем то, что Бог даровал нам, а Господь говорил, что держи, что имеешь, дабы кто не восхитил, чтобы нам не потерять того, что Господь уже вложил к нам, и знаете, в последнее время Господь говорит, будет остаток, будут те, которые не будут соглашаться с этим положением, что умаляется сегодня помазание, но желает Господь, чтобы мы знали Его, чтобы мы искали Его, чтобы наше сердце, оно было вполне предано Ему, и сколько прекрасных примеров, да, мы, уже сегодня было сказано о Давиде, что вот теснил его Саул, но один человек сказал, что если бы не было Саула в жизни Давида, то может быть он таким бы Давидом и не стал, потому что в его тесных обстоятельствах, знаете, он сердце своего не ожесточал на этого человека, а он искал лица Господня, и он не хотел смерти этого человека, насколько мы видим, Бог наполнял Давида любовью своей, да, и когда вот так вот они оказались в пещере вместе, и Давиду говорили друзья его, вот предал Господь Саула в руки твои, как и говорил тебе, но Давид вот так вот отрезал край одежды, написано от Халата Саула, но сердце его, оно обличило его, тяжело стало ему, что он поднял руку свою на помазанника Господня, и он не тронул его, и выйдя из пещеры, потом сказал Саулу, нету во мне зла, и сам Саул понял, что разве может выпустить кто врага своего вот так вот с миром, и он сказал, что царство твое, оно укрепится, и ты будешь царствовать, он это понимал, что сердце Давида, оно было право пред Господом, сегодня есть искушения, трудности какие-то в жизни нашей, но были и у Христа, но если мы смотрим на Господа, мы взираем на Него, мы не допускаем какого-то огорчения в сердце свое, насколько сегодня важно, чтобы мы взираем на Господа, написано «Он все преодолевший устоял, никто не слышал голоса Его на улице, как овца, веденому был на заклание, и как агнец пристригущим безгласен, слава Богу!» Сегодня Господь, Он предлагает нам, чтобы мы пришли к Нему и научились от Него, Он кроток и смирен сердцем, знаете, когда человек смиряется, мир наполняет сердце наше, когда мы сегодня соглашаемся с теми путями, которые Господь нам предложил, когда человек делает выбор, у него сердце неспокойно, но когда мы твердо так вот в сердце своем решаем «Господи, за Тобой хочу идти», то Бог начинает укреплять нас, Бог начинает благословлять апостолы говорили, что написано «Верующих меня Господь сказал сопровождает знамение, когда мы идем за Господом, Бог являет чудеса милость Свою, Он укрепляет нас тогда, когда мы являемся, может быть, немощными, и апостол Павел говорил так в жизни своей, что я буду хвалиться немощью своей, чтобы обитала во мне сила Господня, да, он, Давид говорит, однажды сказал Господь, я дважды услышал, что сила у Бога, да, когда ты это слышишь ушами своими, и ты это переживаешь внутренностью своей, что сила она у Господа, ты переживаешь это в жизни своей, когда Господь являет тебе эту силу, ты понимаешь, что Господь, как, знаете, люди порой говорят этого мира, что, ну, у меня Бог в сердце, да, я в душе как-то верю Бога, так для того Он в душе у тебя и пребывает, чтобы тебе силу давать, идти за Ним, слава Господу, Он в сердце твоем пребывает для того, чтобы укреплять тебя, так раз ли, если Бог в сердце твоем, то, соответственно, и плоды должны быть такие, если Он там, потому что написано дерево, оно познается, как, по плоду Его, если Бог в сердце, ты говоришь, Он в душе твоей, то что, и дела должны быть у тебя соответственны тому, и потому мы сегодня призываем мимо Господня, мы радуемся в этот день воскресный, что Господь по своей великой милости нашел нас в этом мире, призвал, открыл нам сердце и дает нам постоянно такое напоминание, чтобы мы не забывали, Господи, мы тобой движемся и существуем, чтобы только тогда, когда мы ищем тебя, да, Господь сам говорил, что блаженные алчущие и жаждущие, что с ними будет? Они насытятся, они получат ту пищу, в которой они нуждаются, когда мы имеем такое сердце, ищущие Господа, когда Господь говорит, что блаженные плачущие, потому что они утешатся, когда мы плачем о грехах своих, когда мы плачем о том, что, Господи, мы далеко от Тебя, Бог видит слезы, написано, и Он отрет всякую слезу, не слезы о том, что мне, Господи, чего-то в этом мире не достает, эта печаль, написанная по плоти, она ведет нас к погибели, но, Господи, слезы о том, что я далеко порой от Тебя, у меня какие-то другие пожелания в жизни появились, не Тебя искать, а что-то здесь приобрести, но мы знаем, Слово Божие нам говорит, что здесь все на этой земле когда-то сгорит, и ничего не останется, но только то, что пребывает в сердце нашем, любовь Господня, написано, она будет вечно, слава Богу, языки умолкнут, и знание упразднится, а вера, надежда, любовь, они пребывают вечно, и наступит время, когда написано, двое будут на постели, один возьмется, а другой останется, двое будут на поле, один возьмется, один останется, а ступит время, когда, знаете, можно представить себе, насколько это страшная картина, когда мы, живя беспечно, мы можем остаться тогда, когда Церковь Божия, она будет восхищена, те, которые Христовы, написано, они смиряют себя, они живут верою, они ищут того, что Господь предлагает, и отказываются от того, что предлагает этот мир, но Бог, мы имеем свидетельство внутри себя, от Духа Святого, что мы Господу угодны, слава Богу, если этого нету, как тяжело жить без этого, и желает Господь, чтобы мы искали Его, чтобы мы получали это удостоверение сами в себе, что мы дети Божии, что мы угодны Тебе, и только тогда человек, знаете, он сможет все преодолевше устоять, Христос много раз так получал от Отца, люди слышали, что Ты и Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение, Отец благоволил к Нему, потому что Он любил Отца и делал все по воле Его, мы в сердце Своем порой тоже чувствуем, Господи, мы угодны Тебе, мы поступаем по воле Твоей, мы недостойны, но эту способность мы получаем от Тебя, когда ищем лица Твоего, когда нуждаемся, призываем Тебя, Ты являешь Себя нам, эта способность не от нас, эта способность от Него, и то помазание, которое сегодня внутри нас, оно научает нас, оно истинно и верно, но как важно, чтобы мы были послушны этому помазанию, мы чувствуем тогда, когда мы огорчаем Господа, написано, если сердце наше осуждает нас, то мы дерзновения к Богу не имеем, но когда мы угодны Ему, мы имеем дерзновение совершать молитвы, как сегодня уже говорил брат, совершать молитвы за других людей, чтобы мы читаем о народе израильском, Неме, да, вот так вот, когда Господь коснулся Его, и Он узнал об азрелитянах, которые жили в Иерусалиме, насколько тяжело их положение, написано, Он плакал, постился, Он исповедался за грехи народа, за грехи дома своего, Он начал перво исповедоваться за кого-то. Сегодня, может быть, кто-то еще не коснулся Его Господь, но мы поем такой псалом, «Прежде чем молился я, Ты молился за меня, слава Богу!» Господь молился о Петре, о том, чтобы не оскудела вера Его. Господь молился за оставляемых учеников, чтобы по вере их и мы сегодня, уповая на Бога, жили им, чтобы мы пребывали на этой лозе и питались сегодня соком Его, Духом Святым укреплялись и, знаете, преображались в этот образ Христов. И тогда внутренность наша, она отображает Христа и наша внешность. Язык наш, он становится кротким, слава Богу. И нету там какого-то зла, потому что Господь, Он наполняет сердце наше. И сегодня изменить себя можно только тогда, когда мы ищем Его. Господь ищет таких поклонников, Он желает благоставить, когда мы во имя Его собраны, имеем это желание к Нему приближаться, Он мимо тебя никогда не пройдет. Он явит себя, чтобы ты мог возрадоваться, знаете, этой радостью избавления от того времени, которое сегодня еще лежит на тебе. Он дарует тебе освобождение, написано, в славу сынов Божьих, потому что Христос первый, Он освободился от этого тела. И воскрес из мертвых, слава Господу. Написано, первый Христос, а потом Христовый. Помолимся. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok